От 40 до 50 вызовов в сутки. Несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки и увеличение количества больных COVID-19, станция медицинской помощи работает в штатном режиме. В июле месяце у меня больше выражается, чем конец июня. Но в июне месяце я могу вам даже вот по журналу я посмотрел, что вот есть госпитализации. Вот в течение одной недели 5-6 госпитализаций было. А вот на данный момент, вот с 1 июня месяца, значит, так 1 июня я вам могу сказать, что у меня было 5 госпитализаций, именно подтвержденный COVID. Значит, 2 июня у меня было 3 госпитализации взрослых и одно детское. Это вконтактный ребенок был, короче, маленький ребенок. Ну, его отдельно в детскую больницу. Значит, 3-го числа у меня было, значит, это 2 деревенских, значит, так 4 госпитализации COVID. И вчера 4-го числа была одна COVID. Станция скорой помощи располагает всем необходимым для оказания первой медицинской помощи. Нехватки в медикаментах также нет. Все препараты у нас есть для снижения температуры. Также у меня есть, короче, во всех машинах я обеспечен кислородом. Ну, в маленьких баллонах, вот может наш оператор показать, вот такими портативными ИВЛ-аборатами мы обеспечены, каждая машина, все 4 машины. И этого кислорода вполне достаточно, чтобы довести с одного конца города до больницы кислородом. Бригады врачей неотложки тщательно соблюдают санитарные нормы. Маски, обработка дезинфицирующими средствами руки автомобилей скорой помощи в день два раза. И второй путь госпитализации у нас, значит, минуя вот это ПЦР и минуя рентген или КТ, это бывает в основном в ночное время. Значит, если врач выездной бригады считает нужным по состоянию здоровья, значит, там одышка и высокая температура в течение нескольких дней, значит, и заложенность носа, и потеря обоняния. Вот если она считает это нужным, то уже минуя все эти инстанции, мы госпитализуем больных. В этот период также увеличиваются вызовы от гипертоников и людей с сердечными заболеваниями. Скорая помощь обеспечена и вакциной от укуса змей. Как отметил Эмзар Кулумбеков, скорая помощь всегда готова прийти на помощь, но всё же каждый человек должен беречь себя. Сегодня от этого зависит не только здоровье самого человека, но и всех окружающих. Лена Газаева, Регина Черткоева, Айда Кочиева. Информационный выпуск. Сегодня.